В восьмом доме на рыбном проезде в Мурманске состояние кровли оставляют желать лучшего. Она неоднократно горела, а затем ремонтировалась. Правда, сгоревшие части убраны не были. По оценке специалистов, еще немного и кровля может стать аварийной, поэтому с ремонтом затягивать не стоит. Проверили тепло, потому что видно сосульки, тепловизионный режим. У нас парят розливы и по тепловизионному исследованию у нас обнаружен перепад температур по 10 градусов. То есть мы предпринимем меры, пробросим греющий провод, чтобы впоследствии исключать образование наледей и сосулек. Работу начнутся 1 апреля, завершить планируют к концу августа. Обновление и в седьмом доме на театральном бульваре. Здесь капитально ремонтируют водонагреватель. Меняют старый теплообменник на новый, пластинчатый. Устанавливают терморегуляторы. Старый теплообменник представлял собой трубопроводы, через которые проходила водичка, она нагревалась. Не было, скажем так, регулировки температуры, не было экономии расхода водоснабжения. Данный терморегулятор, он, как вы заметили, менее громоздкий, он емкий. После оформления всех необходимых документов новый бойлер введут в эксплуатацию. К слову, заменить водонагреватель удалось за счет взносов собственников. В общем, в этом году в столице Заполярья капитально отремонтируют порядка 70 многоквартирных домов, а по всей области больше 200. Элина Шегенова, Павел Третьяков, ТВ21+. Субтитры создавал DimaTorzok